Представим ситуацию, что вы поймали заказ, например, с коэффициентом плюс 100. Едете его выполнять, приезжаете на точку подачи, у вас открывается конечный адрес, и вы видите, что эта поездка будет по минималке. Соответственно, надо минимальную стоимость поездки, в нашем городе, она в Волгограде, 55 рублей. Прибавить коэффициент 100 рублей, и получится сумма поездки 155 рублей. Но бывает такое, что вы смотрите, что поездка минимальная, нажимаете кнопку «Поехали», а у вас там 135 рублей, или 130 рублей, или 140 рублей. Соответственно, убрать этот коэффициент, и что, минималка будет стоить там 30, 35 или 40, когда у Яндекса четко написано 55 рублей. Я часто эту суть замечаю, потому что я умею считать стоимость километра, стоимость минуты в пути, и какие должны быть вообще стоимости поездок. Я очень часто это начал замечать, что Яндекс очень большие скидки делает за счет водителей. И в одном из случаев, я прям поймал за руку, мне помог немного глюк Яндекса, и моя разумность сенки балтит. Поэтому смотрите этот ролик до конца, приятного просмотра. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую «Эксперт Парк». Сам лично работаю через этот парк, ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки, а автовыплаты ежедневные без комиссий. Есть 4 вида моменталок, выбирая именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к Сити Мобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании, заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Привет, меня зовут Егор Шадей, я рассказываю все о деятельности такси. Сейчас вам хочу в прямом эфире, я вот уже набрал Яндексу, показать вам. И на примере моего заказа как Яндекс за счет водителя делают скидку пассажирам. Это очень интересно, досмотрите до конца обязательно. Сейчас я жду, пока они мне ответят, потому что они как всегда врут, что у них много заявок. На самом деле они просто шаблонами любят отвечать в приложении с помощью своих ботов. Хотите задать вопрос, связанный с оплатой поездки или баланс? После разговора вы сможете оценить работу специалиста службы поддержки. Александра, здравствуйте. Хочу уточнить информацию по заказу номер 504-49-71. Вопрос у меня следующий. Можете мне сказать, какой коэффициент был, когда я принял этот заказ? А переплата в этом заказе 150 рублей. Смотрите, следующий вопрос из этого исходящего. Когда я прибыл на место и нажал кнопку «Поехали», у меня на экране отобразилась сумма 154 рубля и надпись, что поездка считается по счетчику. По моему мнению, что 150 должно прибавляться к минимальной стоимости поездки в 55 рублей. И, соответственно, вопрос, где еще 55 рублей? Так, а почему вот так рассчитывается? То есть заказ рассчитался по таксу номер. Изначально он был 399 рублей. Правильно? Это уже с повышающим коэффициентом. Я когда нажал кнопку «Поехали», у меня на экране отобразилось 154 рубля. И надпись, что тариф считается по счетчику. Но у меня претензия в том, что 150, оно прибавляется к минимальной стоимости поездки 55 рублей. Это стоимость подачи авто. Соответственно, должна быть сумма 205 рублей. И после этого надпись «Тариф» считается по счетчику. У меня вот еще вопрос. Где эти 50 рублей? Я не понимаю, почему вы так считаете. То есть заказ с полной стоимости применяется в повышающих коэффициентах. Смотрите, я... То есть стоимость без повышающего коэффициента 254 рубля. Смотрите, я вам в чат, у меня в чате есть, вы можете зайти и посмотреть скриншот о том, что вот 14 секунд прошло и написано «Оплата по карте 154 рубля, стоимость по счетчику растет до конца поездки». Я не могу понять, вы говорите, финальная эта сумма такая, у меня не было этой финальной суммы. У меня заказ пишет, что по счетчику. Но сумма неверная по счетчику. Она должна начинаться с 205, а начинается со 154. 254 рубля стоимость этого заказа. Просто вот по таксометру. 254 рубля по таксометру. И плюс повышающий коэффициент 150 рублей. А почему-то сумма завершения заказа там сколько? 404? 405. Ну 405. Ну да, приблизительно, 254 рубля 17 копеек. Ну смотрите, тут вариант о том, что вы говорите, что поездка была фиксирована, он не сходится, потому что финальная сумма-то другая. А финальная сумма не может изменяться, потому что тариф фиксированный. Соответственно, заказ был по счетчику. А счетчик начался с неверной суммы. Он должен был начаться с 205 рублей, а начался со 154. Неправильно вы считаете. Мест подачи, повышающий коэффициент, добавляется к полной стоимости довершенного заказа. То есть заказ от аксометра, исходя из времени, расстояние рассчитан на 254 рубля. Вот это даже с копейками 254 рубля, цена в копейке. К этим 250, это за расстояние, которое вы проехали, фактически. Фактически вы проехали расстояние на 114 рублей времени затратили в этой поездке, на 85 рублей, плюс посадка 53 рубля 90 копеек. Итого это 254 рубля. Клюс к этой финальной стоимости добавляется повышающий коэффициент. В этом заказе это 150 рублей. То есть 254, ну 255 будем говорить, потому что система считает как 255. Плюс 150 рублей повышающий коэффициент, стоимость заказа 405 рублей. Здорово. А следующий вопрос. Почему стоимость посадки 53,90 копеек, когда минимальная стоимость 55 посадки? 53 рубля 90 копеек, город Волгоград, это партнерский заказ. Город Волгоград, партнерский заказ, зайдите в тарифы и посмотрите, что минимальная стоимость начинается от 55, а не от 50. Волгоград, правильно? Правильно, город Волгоград. Волгоград, 53 рубля 90 копеек. Это где вы такое увидели? Где это можно посмотреть? На официальном сайте написано стоимость километра 8 рублей 5 копеек, стоимость минуты 4 рубля 5 копеек. И минимальная посадка 55 рублей нету, там информация 53,98. Вы смотрите, я понимаю, что тарифы Яндекса, правильно? Я же в Яндексе работаю через приложение, соответственно. Да, но это партнерский заказ, это заказ через Uber сделан. А там другие тарифы? А где мне с этими тарифами-то ознакомиться можно? Скажи, да, это за основание. Хорошо. На ожидании я не расскажу вам, как, если вы хотите через Android браузер в Адиму, если вы хотите, если вы хотите, остались от этого support-uber.com-ru, нижнее подчеркивание, рубли, выбирайте город Волгоград. В таком случае, где у вас отображается информация по вашему городу. Да, в принципе, есть, когда вы перейдете на support-uber.com, там будет выбор. Это если вы зайдете через компьютерный браузер. Я подскажу, как это работает с устройством, типа Android и iOS. Ну, я могу же через телефон, через приложение посмотреть. Да, вам удобно записать, потому что, к сожалению, не смогу бы слать вам эту информацию. Так, сейчас, секунду. Я зашел в тариф в Uber и зашел в раздел тарифы. Да, кстати, вы верно говорите, что выберем минималку 53 рубля 9 копеек. Ладно, все, вопросов больше нету. До свидания, всего доброго. До свидания. Короче, ребят, смотрите, какая система. На самом деле, я сейчас, когда эта ситуация произошла, написал в свой телеграм-канал, ссылка в описании. Тоже подписывайтесь, у меня там почти 300 подписчиков. В чем вышла ситуация? Я туда написал, говорю, ребят, бывает такое. Мне присылали примеры, когда заказ был плюс 90, а заказ стоил 130. Ну, типа, получается, сумма поездки без коэффициента 40 рублей. Такого не может быть. Она либо 53 рубля 9 копеек, как я только сейчас узнал, либо 55 рублей. Но в этот момент я поймал за Яндекс за хвост, вот просто за хвост. Потому что бывают такие моменты, что сумма... Бывают такие моменты, у Яндекса сумма еще, короче, окончательная не вылазит, не прогружается. И он сначала пишет минималку. Но на этом примере минималка должна была начинаться с 205 рублей. Но из-за того, что Яндекс сделал скидку за счет водителя 50 рублей, он написал 154. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Стоимость подачи 55 рублей плюс 150, 205 рублей. Вы тоже, наверное, такое замечали, что такое бывает. Но заметьте, в следующий раз, может быть, у вас такое будет, что коэффициент не будет совпадать. Поэтому вот, как Яндекс дурит, пытается эту всю тему, короче, откатать, что ой, там что-то не прогрузилось. Мы не знаем, что это такое. На самом деле все нормально, просто вы такой несчастливый. Ну, подумайте, там, 50 рублей лишитесь. Короче, ладно, вот такой вот ролик. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что он вам был полезен. Всего доброго.